Здравствуйте, дорогие друзья! Раби Минахим Минаше в комментариях на эту главу Торы приводит рассказ о богобоязненном еврее по имени Йона, который посвятил себя изучению Торы и он пришел к своему учителю Балшемтову и говорит, Раби, тяжело, нет заработка, что бы я ни делал, у меня нет пропитания, мне тяжело, семью не могу прокормить, жена, дети, расскажи, что делать? Раби говорит, ему, поезжай, дорогой мой друг, в город такой-то Н, найди дом известного богача Н и скажи ему, что я послал тебя и пусть он даст тебе обеспечение, но обрадовался ее на денег, нет у него, пешком пошел в этот город, пришел в синагогу, здесь люди там говорят, где такой-то Н, знаете его? Они удивились очень старожилы все и говорят, что человек умер 60 лет назад, он был очень богатый, все магазины, все принадлежало ему на этой улице, но он был очень скупой, в город вообще не ходил в синагогу, никому не помогал, не доплачивал своим сотрудникам и угнетал их и так далее. Опечалился Иона, решил, что наверное меня, ну что, Раби меня же не мог посмеяться над мной и вернулся. И Балшемтов говорит ему, ты был в том городе, видел дворцы все, видел этот, рассказали тебе, какой богатый был человек. Это ты, это ты в прошлом, в жизни это был ты. И вместо того, чтобы попасть в самое нехорошее место в гейном, тебе было принято решение вернуться в этот мир, но уже в железной бедности. Очень часто, к чему этот рассказ, вообще мы в реинкарнации, два слова, очень часто болезни, бедность или какие-то проблемы, они идут с прошлой жизнью. Обратите внимание, что многие люди, вот было социологическое исследование, 71% граждан США верят, что у них есть душа. В Англии и Франции это 60%, в Индии 90%. То есть большинство людей, живущих на земле, верят в вечную жизнь души в той или иной форме. И это фундаментальная вообще вера в иудаизме. Ведь весь смысл того, что мы читаем Кадыш, Искор, соблюдаем обычаи, Йорцева, в том, что мы верим, душа вечна, исполняя заповеди, содержая добрые дела, мы в заслугу умершего способствуем возвышению его души. И если вы читаете Танах, то есть рассказ о Шауле, прямо нам рассказывают, что после смерти пророка Шауле он отправился, простите, этот царь Шауль отправился и вызвал пророка Шауле через ворожение. То есть это явление Шаулю подверждает концепцию жизни после смерти. Рабихаин Виталь в книге своей реинкарнации говорил, что он является воплощением души праведного царя Иския. Мы знаем очень многие описанные вещи. Элифаз, отец которого Эсаб послал убить брата Якова, Элифаз ограбил Якова, но не выполнил приказ отца. Реинкарнация Элифаза, один из величайших героев еврейской истории Анкелос, который почти все книги перевел. Гильгуль Амрама, отца Машарабейну, пророк Фисхияв. А рабе Иошуа бен Леви, который поднялся написанным в мир, он Гильгуль Кегата, отца Аврама. Что еще? Много всяких там, например, иногда наоборот это делается. Например, Изавель, жена Ахава, которая была самая нехорошая, получила душу жены Кораха, которая перед этим еще была Козбей, погибшая в месте земли. Душа пророка Лиягу, это душа Пинхаса. Прежде она была у Йосифа. То есть, вы понимаете, это все, настолько все понятно. Большинство людей, живущих в этом мире, верят в вечность души. Но, к сожалению, в это же время забывают, думают о жизни после смерти и забывают о самой жизни. И об этом рассказывается наша глава Торы. Название главы в Айелих и пошел. В начале Торы есть тоже глава с похожим названием Лех-Леха, иди к себе. Если мы будем более точными, то заметим, что это третья была сначала, а это третья от конца. И то есть, как бы, Всевышний сказал Лех-Леха, иди к земли твоей сродины, твоего отца, к землю ухожу. И теперь что про иди к себе. У Маши-Рабейну мы находим то же самое в недельной главе. Мва-Елих-Маше. Это первые слова, которые мы читаем в Торе после первого появления Его Всевышнего. Когда был горячий куст, терновник. И когда он получил задание отправиться в Египет. Что сказано? Ва-Елих и пошел в Маше. И возвратился. Последний день его земной жизни сказано сейчас в этой недельной главе. Ва-Елих-Маше. То есть, Любавич Гереба говорил, что Тора дала нам вечное наставление для каждого человека. Мы идем в этом мире от Лех-Леха до Ва-Елих. С начала жизни и до последнего дня на земле надо двигаться. Всегда делать это надо в вопросах Торы, в вопросах молитвы, в вопросах благотворительности. Человек должен двигаться. Если человек выполняет заповеди при жизни, то даже когда душа его покинет тело, он продолжает подниматься, продвигаться вверх, благодаря заповеди, которые исполнил в этом мире. И заповедь продолжает приносить плоды, будь то дети, добрые дела, там Тора, которую ты учил, или Дзака, который там нуждается. Главное не останавливаться и всегда двигаться вперед. Вот урок о нашей недельной главе. Брахав и Ацлахав.